мы не можем опереться на что-то у нас земля из под ног идет что такое земля это предки вот я предлагаю ходить на дискотеке и там на дискотеках вы танцовывать свои негативные эмоции если вы восхищаетесь кем-то это ваша золотая тень внутри вас говорит добрый вечер в эфире телеканал астана джи сухпад меня зовут динара саджан и сегодня гость нашего эфира известный российский психолог марк эфреймов добрый вечер динара добрый вечер марк прошлый год 2020 был очень сложный напряженный мы потеряли людей карантин закрыл границы мы все сидели дома для кого-то это был этот год было знаете как ледяной душ да то есть кто-то наоборот так встряхнулся и пошел дальше да там снова идеи свежие идеи что-то новое а для кого-то это было прям стрессом шоком и люди до сих пор не перестроились вот как войти в новый поток потому что 21 год это год ну как мне кажется новых возможностей я считаю что пандемия это время когда люди должны задуматься о том багаже с которым они идут по жизни и что такое багаж это те негативные эмоции которые накапливаются у любого человека с годами все дело в том что очень многие не знают но эмоциональный фон который мы несем себе с каждым годом нарастает и многие не знают что эмоции являются пищей для человека и как каждую пищу надо утилизировать так и эмоции надо из себя убирать и таким образом накопленные эмоции к двадцатому году для многих людей оказались очень тяжким бременем очень тяжким грузом и те люди которые пришли с большим негативным скажем так они и ушли из этого мира и конечно продвинулись вперед вот для кого был этот год прорывным для те для тех которые поменяли свое отношение к окружающим мир и в первую очередь к своим внутренним частям личности очень многие люди же себя не принимают или что мы наблюдали те люди которые очень сильно были напуганы они можно сказать умерли от шока в первую очередь и те люди которые наоборот отнеслись позитивно и к самому известию о том что пандемии и вообще пересмотрели пока сидели на карантине свое отношение к окружающим миру вот у них есть трансформация это наблюдаю постоянно я веду тренинги и вижу какие люди на моих тренингах двигаются вперед а какие один день из программы посидят и их выносят их выносит по той причине что они не могут вообще принять идею что эмоцию нужно утилизировать обработать как-то ее распаковать хотя все программы направлены на то чтобы с эмоцией надо дружить если человек признает что он действительно имеется он багажа только негатив но тем не менее он готов меняться он готов трансформироваться с чего ему начать ему надо начать с того что любую эмоцию в себе можно представить как некую форму цвет вес самая простая технология проработки своих эмоциональных состояний вот например человек обижен на супруга ему нужно найти где локально находится эта обида в голове в груди в животе ну в животе допустим в животе дальше какой форма цвета и веса это обида круглая допустим пример круглая дальше что эта эмоция вот этот круг что он там делает животе что хочет чтобы произошло сжимается и для чего она это делает что хочет достигнуть своим сжатием ну наверное хочет боль какую-то принести если хочет боль принести это означает что эмоция не принадлежит этому человеку она принадлежит какому-то предку это означает что в днк сидит информация что какой-то предок страдал и передал эту информацию потомка и она идет через поколение эта информация о боли с того предка например у прабабушки умер муж на фронте и она страдала у нее есть эта боль теперь вы когда она живет информация о том что с ней произошло с ее эмоции записывается на уровень днк и передается как некая информация с следующим следующим поколение и уже может быть правнуки или или внуки это ощущать но не могут понять и куда я по сути ты можешь родиться с этой обидой да мы можем родиться с этой обиды и есть вы замечали наверное люди по жизни все время мрачные такие обиженные на всех ходят с детства детства они ходят такие да вот это именно родовые программы а можно вытащить эту эмоцию и я не знаю там передать грязь и избавиться до этой технологии называются расстановки например передача чужих эмоций тем откуда они пришли и есть еще другая часть этой работы например это не принадлежит предку потому что многие считают что бред какой-то может многие кто смотрит думать что это бред они просто не в курсе генетических исследований за эти открытия уже получили нобелевские премии то есть у многих устаревшие знания генетики знания 60-х годов двадцатого века то есть этим зданием их ним до 60 лет то есть они уже умерли эти знания родилось новое поколение генетиков получены нобелевские премии за то что открыли что днк хранят информацию о всех чувствах старших то есть мы носим чувства старше и ногу наука об этом называется эпигенетика например эпигенетика это наука передачи эмоционального состояния от старших не только болезни до получаем по днк но ему мы получаем эмоции 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 и за это получили нобелевское время конечно давным-давно еще 1983 году американская генетика маргара маклин так получила за это премию барбара маклин так извиняюсь она получила за это премию нобелевскую девянос девять тысяч девятьсот восемьдесят третьем году вот представьте да насколько у людей устарели знать то есть они не в курсе этой темы поэтому я бы что рекомендовал бы просто людям да посмотрите научно-популярные фильмы о новых открытиях генетики и все смотрите их очень много в сети нам казахам не кажется проще потому что мы знаем свои щежире мы знаем всеми своих дедов и в принципе мы можем понимать откуда где что какая эмоция где передалась да но вот как в этом вообще разбираться я вот например знаю всех своих дедушек но к сожалению там ну я очень подробно знаю что было с моим прадедом да как он жил что было до ну какие-то подробности я не знаю если я понимаю что какую-то эмоцию я получила быть сильной женщиной да там никому не доверять быть очень ответственной но мне хочется наоборот расслабиться быть женщиной да то есть как мне вот эти вот моменты исправлять что делать вся проблема в том что к нам как негативные события переходит именно эмоции не от тех кого мы знаем тех кто исключен в памяти рода например абортированные дети раскулаченные сильные преступники жертвы каких-то преступлений но тех от тех людей от тех предков о которых вспоминать не хочется именно их эмоции вне нас же тоже есть и щежире это не отражает но в целом щежире это очень очень поддерживающая система ваш народ казахстанский поэтому когда у человека есть опора на не только на деда и правильно на 7 поколений как народ конечно это дает хорошее качество жизни и поэтому хочется вашу страну приезжать потому что здесь есть тепло открытость дружелюбие и вот такое братское уважительное состояние а как брать силу урода силу урода берут за счет потока любви то есть мы представляем себе маму или папу и смотрим они грустные на нас смотрят строгие или благословляющие когда на нас смотрит мама с благословением или папа говорит тебе мыслях твоих тебе все позволено вот мой отец не говорит марк делай все что хочешь мы в тебя верим ну как я могу при этом быть каким-то неуверенным себе человеком если и отец и мать и бабушки и дедушки мне говорят мы любим тебя мы в тебя верим то есть у меня и за спиной нету ощущения какого-то провала как у многих людей они говорят мы не мы не можем опереться на что-то у нас земля из под ног идет кто что такое земля это предки поэтому надо восстанавливать потоки любви вот чтобы стояли в сознании рот предки конкретные люди и тебе улыбались а если ты чувствуешь что не улыбаются что тогда тогда они сообщают тебе в твоем подсознании что у них есть свои незавершенные гештальты и эти незавершенные гештальты то есть что-то они там не доделали своей жизни и как бы говорят ты же наш потомок доделай за нас вот то что мы не смогли сделать сделай ты и когда мы начинаем понимать что они не доделали нам быстро можно сделать за них то что они хотели и все и тогда мы свободны это то же самое что как поговорки сделал дело гуляй смело мы их дела должны сделать и мы свободны отличный совет от марка эфраимова закрываем глаза представляем папу маму течет представляю бабушек дедушек если я вижу что они мной довольны то окей да как бы значит мне есть на что операции я оттуда могу брать силу до любовь если я вижу что какая-то там бабушка моя она недовольна мною что мне делать надо к ней обратиться и посмотреть из-за чего она страдала для этого есть различные приемы и техники чтобы выяснить либо она страдала из-за какого-то события или из-за какого-то человека вот надо понимать что бабушка была молодой и возможно у него была любовь или возможно в ее жизни был какой-то выкидыш или какой-то аборт но есть много причин у чтобы у предка было какое-то страдание и надо решить эту проблему и и проблема решить для этого тоже существует приемы когда мы даем место сердце тем кто ей этому при этом уже все сложно мне кажется это нужно нужно уже к вам приходить на тренинги да и мне всегда очень интересно когда люди говорят ой это так сложно но концу тренинга не вернули все понимаю и все я считаю что образование это самое главное только образование же может быть не то что нам преподавали в школе но и дополнительное же да если мы что самое главное нужно человеку чтобы он был желанный любимый глазах тех кто ему дорог и значим вот это образование он должен получать я была у вас на тренинге рождение короля и королевы мне очень понравился и мне запал один момент в душу я просто для меня это было знать открытие откровение когда я увидела плачущих мужчин я просто поняла что казалось бы со стороны такие сильные мужчины на самом деле ну и женщины в том числе на самом деле мы все-таки знаете взрослые дети с огромным тюком и за баулом проблем ответственности обязательств и мне показалось что люди просто знаете как африканские женщины ходят с этим не знаю грузом да и он так давит на людей что люди просто не расслабляются да и они могут вадим вадим прекрасный просто этот груз он может их просто раздавить если у тебя в душе очень много может быть вопросов может быть обид может быть какой-то боли да но ты не можешь то есть тебе некогда даже это вот я не знаю выплакать тебе некогда некому рассказать что делать как можно самостоятельно себе помочь сейчас очень много литературы о том как взаимодействовать собственными эмоциями существует коммуникации с эмоциями то есть как я уже рассказал да прикосновение к своим эмоциям можно делать это через физические упражнения например через танцевальные техники вот я предлагаю ходить на дискотеке и там на дискотеках вытанцовывать свои негативные эмоции все равно никто ничего не поймет что же там происходит просто дум будет думать что эти помню хорошо как я танцевала ярость до гнев но у меня вообще просто не было потом сил никаких но зато же было легче было намного легче то есть приходим на дискотеку друзья и начинаем танцевать свой гнев да да высокие дискотеки не зря придумали да зря и когда мы начинаем входить в свое состояние которое мы в реальной жизни отрицаем то есть мы не хотим например быть в обществе какими-то злыми но там в танце на дискотеке в темноте где какой-то точечный свет есть мы можем выражать вот эта злость изнутри и это не будет выглядеть для публики каким-то странным потому что там никто ни на кого не обращает внимание танцуйте свой негатив и никто его не заметит а вы разгрузитесь вот и все а счет не танцует если человек не танцует он статичен что такое статьи статика статика означает что по нему эмоции не ходят вот давайте переведем с латинского что такое эмоции эмоушен движение энергии когда энергия останавливается она начинает разрушать тело вот представьте себе что есть река и и запрудили что там начнется начнется уровень воды будет наполняться наполняться как в дамбе и рано или поздно эту дамбу прорвет что это означает для тела ведь дамба является само тело артерии вот эти все скажем так инсульты инфаркты ты что это болезни зажатых скованных не не позволяющих себе свою эмоцию людей то есть напряжение в теле означает что ты не позволяешь эмоций протекать эмоции должна течь как помочь эмоции течь танцуй и все общество заинтересовано в том чтобы тебя ограничить и выставить себе такой забор чтобы ты в этом пространстве все время передвигался да а человек который выходит за эти рамки он как правило совершает какой-то там полет в космос да как иманбек вы нам знаете про нашего казаха который получил грэмми он железнодорожник и он получил грэмми это вообще какой-то нонсенс вот как быть иманбеком как вытаскивать свой креатив и вообще закрывать глаза на эти запреты первую очередь нужно понять что страх осуждения это детское чувство каждый ребенок боится что родители накажут в угол поставят и пока у человека есть страх осуждения он не свободен это политика дуального сознания что-то хорошо что-то плохо человек должен выходить из дуальности единство в единстве в первую очередь самого себя что я неплохой или я хороший я вот такой вот я целостный я неразделенный проблема это очень большая потому что она прописана вообще во всех во всех книгах вообще вся культура современного человека это культура разделенного сознания человека моя цель как я ее вижу объединить человека в самом себе чтобы он не делился на добро и зло а соединился и понял что нет ни добра ни зла есть просто его какое-то отношение к происходящему так вот отношение там можно изменить и видеть можно в плохом хорошие или хорошие в плохом например вот есть старый такой пример с атомной энергией да и можно использовать как атомную бомбу а можно использовать как атомную электростанцию и поэтому если мы будем себя самого воспринимать полностью полностью целостного вот я совершаю какое-то там я допустим злюсь я злюсь и это не значит что я в этот момент плохой вообще злость может быть нашим зрителям это будет интересно злость нужно человеку для того чтобы отстоять свои личные границы разве плохо отстаивать свои личные границы но что делает социум социум говорит не злись так поступают плохие и все и в этот момент что делает человек начинает бояться осуждения и приходят какие-то люди и садятся ему на шею и управляет им а он все так же боя боится их и не может ничего сделать поэтому и и злиться надо уметь никто не хочет видеть динару саджан злой все хотят чтобы была такая всегда улыбающаяся довольная добрая но у меня я вообще вас по сути позитивный человек но когда я вижу хамство или что-то вот что то из верховых не знаю и звон что ты что то что вообще не вписывается в рамки адекватности я подойду и вообще вмешаюсь до в этот процесс но я понимаю что общество она хочет видеть там например там не не знаю известных людей чтобы они всегда были в такие хорошие у нас даже вот например там аким бедные до человека он не может лишний раз я позволить лишнюю эмоцию он должен все время госслужащие у нас в онлайн в эфире выходит в масках онлайн и они горят нет нам сказали маски нельзя снимать то есть настолько иногда мне кажется так продавливают да что ты просто уже себе не принадлежишь если вы посмотрите внимательно что происходит в мире то женщины в первую очередь учатся отстаивать личные границы и государства разные государства их в этом поддерживает правда какие-то силы постараются с этим бороться например упрекая таких женщин в излишней там агрессивности но называет таких женщин например феминистками да но вы же заметили что практически со всех киноэкранов любом фильме основными спасателями становятся сейчас в нашем время женщины заметили и это о чем говорит говорят что в новом времени для того чтобы мы все научились друг друга уважать нас потихоньку приучают что женщины имеют право на самооборону и это на самом деле хорошо но пока страдают от этого мужчины потому что они не знают что с этим делать потому что мужчины всю жизнь привыкали защищать то есть они агрессировали да и тут как бы у них эту роль женщины чуть-чуть отняли но со временем я думаю вот эти качели кто чем будет заниматься мужчины мужскими функциями женщины женскими функциями они уравняются пока это конечно мы находимся в таком переходном периоде но я уверен лет через 12-15 мы попадем совершенно другой мир мы даже десять лет назад с вами не представляли что мы попадем в женский мир и сейчас он все более более женский вы замечаете замечаю но у нас пока сопротивляются я одна женщина аким на весь казахстан потихонечку женщины у нас гендерном равенстве у нас в казахстане говорить еще рано если возвращаться к 2020 да это год был такой трансформационный для многих я видела как люди меняют профессии как люди переходят в онлайн да то есть даже для меня было откровением и открытием когда я начала выходить прямые эфиры у меня там было более 120 эфиров с вами в том числе и если раньше для меня было важно вот так вот сидеть с человеком рядом оффлайн интервью камеры в прямых эфирах я поняла что в принципе я в какой-то момент вообще забываю что человек находится там в украине в германии в америке мы спокойно мы слышим друг друга и ощущение что мы в одной студии карантин мне позволил найти какие-то новые мои грани да то есть я для себя открыла новую динару саджан вот как нащупать да вот новый вот этот поток новую себя нового себя по каким знаком понять что ты действительно нащупываешь свою миссию до в жизни вот действительно потому что там же и деньги там же и успех и все 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 вы как раз попали в мою любимую новую тему которую я сейчас разрабатываю именно в тренинговых продуктах я учу людей замечать эти свои новые веяния через что если вы восхищаетесь кем-то это ваша золотая тень внутри вас говорит значит если вам нравится какой-то человек например вам нравится какой-то умный человек вы говорите какой он умный то есть у вас срабатывает восхищение восхищение показывает что у вас это качество тоже есть но она пока под запретом то есть это называется золотая тень достоинство под запретом и чем я занят сейчас я приглашаю людей и показываем на что они обращают внимание положительное внимание и говорю давайте это распакуем вас давайте это сделаем таким чтобы вы стали творцом игры своей жизни я так и назвал свой тренинг творец игры и людям становится очень интересно вот взять не проявленную свою часть достоинство закрытая вытащить посмотреть какую ценность эта часть воплощает например красоту новизну любовь искренность как эта часть начинает взаимодействовать другими частями внутри нас то есть целая команда у нас есть внутри которая отвечает за наши достоинства и эта команда может дружить вот я сделал такой процесс где эти части начинают настолько друг друга поддерживать что если одна часть западает то другие вот эти достоинства начинают поддерживать и когда у человека есть такая команда он знает эти роли то он начинает это воплощать я приведу пример что было понятно например я пишу книги пишу статьи многие читали и что я делаю я чтобы написать новую книгу мне нужна была какая-то способность но я не мог ее уловить и в одном из процесса своих же тренингов я увидел такую способность которая называется руки бога то есть я сказал своей вот этой духовной высшей части как мне писать если я не знаю о чем писать и это высшая сущность мне сказала ты просто положи руки на клавиатуру я сама вот эта сущность сама за тебя напишу я решил проэкспериментировать это дело и положил руки на клавиатуру и думаю получится что то по при этом голове у меня не было ни одной мысли и думаю что получится хоп и у меня получилось какое-то предложение я думаю ну ладно дальше что и получилась второе про так я написал один а потом я раскочегарился и писал и писал писал это поток это поток да это поток но это же качество которое я себе запрещал из ничего сотворить текст руки бога называется довериться себе довериться себе но человеку же нужно он просто так не может довериться он должен на что-то опираться люди еще ждут музу да они думают что надо войти в какое-то состояние да они могут годами писать книги да поэтому человек может сотворить новые действия только через роль которую распакует он должен опираться на роль например вы сейчас динара находится с ролью ведущей это же роль все на самом деле я когда веду свои тренинги нахожусь в роли тренера это роль мы с вами в этих ролях плаваем хорошо но у нас есть какие-то новые интересы которые мы еще не освоили например когда вы пришли на тренинг и начали пробовать танцевать вы сперва робко и я вот открою тайну нашим зрителям вы сперва рот по робко на это посмотрели да а потом я сейчас услышала для себя вот за что я люблю гениальных людей и я ими восхищаюсь значит я где-то это и есть умными людьми и вот инсайты да вот у меня сейчас произошел инсайт вы сказали вещь которую я никогда нигде еще не слышала что если ты восхищаешься человеком значит ну каким-то качеством значит тебе это есть потому что в основном нам всегда и в школе и в вообще всю жизнь да нам всегда делали акцент на то что у нас не получается да там условно у тебя по алгебре двойка тебе нанимают репетитора по алгебре который ты еще хуже потом ненавидишь но а у тебя там по литературе пятерка и тебе никто не говорит там развивайся ходи на литературные вечера тебе делать убор на и всю свою жизнь если ты там условно чего-то у тебя не получается да и делают акцент на то что у тебя не получается да и там говорят если ты видишь негатив человека значит это тоже негативная но как бы никто не смещал вот этот фокус да и вы сейчас его смещаете то есть получается а если человек вообще никем не восхищается это означает что он не не повернут к себе не повернуть свое будущее он развернут свое прошлое и живет чувствами предков которые сидят у него в днк поэтому я о чем говорю людям давайте завершим ваше прошлое чтобы вы оказались в настоящем и тогда вы сможете когда прошлое уже тени тянет назад ты сможешь просто посмотреть ага что вокруг тебя вообще есть что вообще тебя привлекает именно в отношении радости где где радость мы же когда смотрим что то что тоже нас все равно радует да не радует только тех кто живет в прошлом поэтому с этим надо им разбираться что делать людям у которых ничего не получается мне у 38 лет и я даже в моем окружении наблюдаю за людьми у которых там 15 лет не получается да ну там ладно первый год ну 2 ну 10 ну 15 уже думаю нужно что-то надо менять в жизни что ну только что меня не получается только у того кто живет с чужой судьбой этим людям надо найти чей судьбой они живут и перестать жить тем персонажем это сто процентов кто-то из умерших предков чаще всего это абортированный ребенок который был у матери до него или у бабушки до матери или отца то что это получается не твоя вина и что делать если это не твое выдохни хозяин вот и все вот как стать хозяином своей судьбы учиться надо приходить на тренинги учиться но это для супер продвинутых нет это для любого обычного человека ему просто нужно набраться мужества куда-то выйти со своего дивана со своей темной коморки или злости на себя разозлиться сказать хватит я хочу уже прекратить свои неудачи я хочу что-то что поменялось и сразу мир предложит возможности но что обычно такие неудачники делают они начинают от них отгораживаться кто-то что-то предлагает они говорят мы знаем плавали но что тогда сделать закрытую дверь невозможно войти а как воспитать вот силу воли силу воли я в силу воли особенно не верю на самом деле да потому что под силой воли как его вообще принято у людей это настойчивость да нет я рассматриваю силу воли как способность контактировать с пространством вот есть пространство например вот мы здесь находимся и что я делаю с пространством да я потихонечку распространяю через некие такие невидимые флюиды некие щупальца в разные комнаты части комнаты направляю лучики внимания и захватываю потихоньку для себя пространство чтобы я чувствовал что я в нем свой называется это психология программой я принадлежу я принадлежу всему этому пространству пространство принадлежит мне и вот хотел бы тоже перевести фокус внимания как это можно сделать самый простой способ это сделать это понять что все пространство состоит из четырех стихий природы из огня воздуха земли и воды все что нас окружает из чего мы состоим наша одежда или какие-то предметы это все первые элементы вот этого конструктора земля вода огонь и воздух как только мы начинаем с этим взаимодействовать там у нас все получается вот например вы динара до вас много огня и это нравится людям вас любят за огонь но люди не понимают что у вас много огня они просто говоря у вас светятся глаза искряться глаза на вас есть улыбка приятно это стихия огня понимаете когда человек проявляет чувство это стихи воды когда он начинает захватывать пространство собой это стихия воздуха у вас есть эти стихии поэтому вы гармоничны понимаете именно в этом это на бессознательном плане работает и я занят тем чтобы обучить этому как можно больше людей как оперировать первоэлементами пространства стихиями природы об этом мой новый тренинг конечно он будет в дубаях пространство это конечно все прекрасно быть и в стихии огня и воздуха и воды но наверное один из самых главных запросов которым приходит к вам и на тренинги и на личные консультации это личные отношения это любовь вы говорите о том что сейчас век феминизации до женщины на самом деле стали сильнее это я и по себе чувствую да хотя я была такой очень нежной девочкой но что-то потом произошло что-то пошло не так как будучи такой скажем сильной женщиной встретить своего спутника жизни вот как вообще понять вся проблема сила современного мира в том что женщины боятся быть уязвимыми и вот сила женщины настоящая сила она в уязвимости а уязвимость у женщин воспринимается как синоним слова слабость и мужчина если увидит уязвимую женщину он сразу станет ее покровителем и и спонсором и и талисманом и и защитником мы мужчины ищем таких женщин но с каждым годом их все меньше и меньше уязвимой я была вот если говорить про меня в 20 лет а там 25 ну быть в уязвимой в 40 лет это странно ну нормально что в 40 лет ты набралась какого-то опыта да то есть у тебя наоборот интересный багаж то есть какие-то знания да но быть уязвимой в 40 лет это как-то тоже странно для этого есть простой механизм он называется четыре состояния женщины я думаю что очень многие знают про это да то есть это опять же роль можно это нормально вообще что нужно все время играть какие-то роли абсолютно нет женщины хочется быть просто самой не было бы актрисы если женщина не актриса она на мужчинам вообще не интересно мы хотим играться динара мы мужчины хоть и не хотим играться быть самими собой нет настроения проснулся нет настроения все они вот это вот судра вы поймите такую вещь во первых женщина всегда играет всегда но только она хочет чтобы эта игра была по ее правилам и тут нам бедным мужчинам место не остается как бы нас никто в последнее время вот эти женщины-фоминистки не спрашивают а во что хотят играться их мужчины они назначают игру например пойди заработать деньги пойди выбрать мусор пойди как мамочки поступают и когда они поступают как мамочки мы вынуждены поступать как сынки поэтому что нужно женщин понять силу свою и власть нужно понять что у женщины власть больше чем у мужчины по какой причине по той причине что у нее есть эмоция еще в пятна в шестнадцатом веке амстердамский голландский ученые эраза роттердамский сказал такую мудрость мужчина сильнее женщины физически в десять раз а женщина сильнее мужчины эмоционально в 24 раза вот когда вы женщины просто чуть-чуть вот вас подбешивает нас сметает на километр от вас а вы думаете чем мы сбежали вы просто своей силой не понимаете вы дунули свои эмоции мы улетели понимаете и что мы должны делать если мы кулаком по стволу ударим вы начинаете возмущаться что мы занимаемся насилием и тогда что нам остается делать вот современном мире нам мужчинам силу физическую уже нельзя применять а вы сильнее нас эмоционально во много раз и получается что перекат получился силы власти на вашу сторону но вы просто не понимаете что ваша сила она именно эмоциональная пожалуйста не надо так тревожиться как вы тревожитесь потому что от этого мы вообще зайцами становимся и убегаем понимаете все понятно не тревожимся марк мне часто задают вопрос где я беру энергию вот я вдохновляюсь своими целями своими планами если мне чего сегодня сейчас скажешь что у меня там будет интервью с байденом с президентом там с геннадием головкиным с им анбеком и все это с путиным да и все это будет например там в течение этой ночи я скажу вообще легко и у меня энергия найдется и на 20 интервью потому что меня это вдохновляет люди меня мне задают этот вопрос и я вот отвечаю как могу да ну мне кажется что люди не понимают вот часто бывает что я даже сама наблюдаю в своем окружении что у человека там одна встреча там не знаю одно совещание и все человек устал вот где людям брать энергию во-первых энергию берут всегда в благословение родители мы с этого начали то есть если родитель позволяет ребенку что-то делать что ребенок хочет то уже у него есть запал запас энергия чтобы что-то сделать во вторых вот та тему которую мы начали обсуждать насчет первого элемента стихи да мы берем энергию неосознанно из природы из огня и из воздуха и земли из воды вот вы когда сказали меня вдохновляет эта тема давайте расшифрую что вы сказали да у вас есть природный огонь и вы берете стихи и воздуха и в этот огонь раздуваете вы начинаете дышать этими целями вы говорите я вдохновляюсь этой целью что такое вдохновляет дышу 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 и вот раздувается ваш внутренний огонь и вы распространяете свое влияние на те зоны которые находятся за пределами вашей зоны комфорта вот и это же у многих людей бессознательно и вы сказали такую вещь что делать тем людям которые этого не имеют им надо учиться входить в гармонию с природой внешне чтобы активировать природу внутреннюю вот этим надо заниматься я считаю ну вот если говорить простым человеческим языком то что делать то есть это же шать танцевать скажем так обращаться к своим предкам и просить у них разрешение делать хулиганские вещи вот так вот скажем нестандартные вещи делать то что другие считают опасным возможно вот выходить за рамки привычного то есть делать что-то что ты не делал никогда до этого да но для этого нужно позволение иметь не все имеют позволение это же вот эволюция до твоя постоянное развитие то есть ты должен все время быть в развитии ни на минуту не останавливаться для этого нужно иметь энергию откуда ее взять энергия дается из разрешение вот кто-то должен разрешить вот если государство запретит давать интервью что вы будете делать вы не сможете это сделать либо придется не выдержу вот именно а таким государством для ребенка является его семья они должны разрешать что-то на должны делать мама и папа которые нас сейчас смотрят они должны понять что от их запретов или позволение зависит судьба удача или неудача их ребенка а какой-то круг нужно очерчивать какие-то границы обязательно конечно только если вы очерчиваете этот круг ребенку объясните последствия выхода за этот круг а не просто говорите вот так надо и все он спросит почему так надо мы не знаем но так надо так делают все это кончится плохо есть какие-то вещи которые его же собственную судьбу приведут к неудачам если он хочет засунуть два пальца в розетку ему надо объяснить что ему будет больно и долго будет больно и он через какое-то время это поймет но делать какие-то ограничения там где ему не будет плохо а будет только родителю как-то напряжно да вот он что-то делает а мы немножко здесь напрягаемся от того что он делает то что мы не привыкли вот чем вся проблема если родители боятся что им придется немножко выйти из зоны комфорта до родители нужно подумать о своем поведении а не запрещать ребенку вот туда надо посмотреть самому родителям с вами можно бесконечно долго говорить у меня к вам последний вопрос все хотят быть успешными все хотят быть счастливыми да и что сделать для того чтобы вот твоя жизнь в твоей жизни было больше светлых полос у каждого человека есть душа и и у каждой души есть своя цель я бы рекомендовал бы нашим зрителям бы узнать свою цель души как узнать свою цель души цель души приходит осознанно в ум сознание человека когда человек стоит на грани жизни и смерти перед смертью каждый сожалеет о том что чего-то не успел представьте что вы сейчас прям умираете и то о чем вы сожалеете больше всего и есть ваша цель души к этому только и идите на пути к цели души все цели ума такие как деньги образование имущество какие-то там отношения они исполняются автоматически я на своей жизни это хорошо проверил предлагаю всем кто нас смотрит помедитировать на свою смерть и представить о чем они сожалеют больше всего и тогда они узнают ради чего они рождены и и иди к этому только к этому понять цель своей жизни и смерть через прекрасный совет помедитировать на смерть до на ночь глядя можно и с утра не опасно не опасно не опасно не опасно смерть всегда была советчиком для человека и к человек который прислушивается к смерти живет долго и счастливо а тот кто боится смерти тот вообще не живет даже мне сейчас сложно понять цель своей жизни потому что если бы я сейчас думала задумалась над тем что же я о чем бы я бы жалела я даже не знаю это нужно надо сфокусироваться и войти в такое состояние что жить осталось ровно час и все и тогда вы поймете очень много интересной полезной информации самое главное я думаю что наши зрители получили инсайт какую-то информацию мысль да которая поменяет что-то в их жизни поэтому друзья воспользуйтесь этой мудростью и примените это в жизни спасибо спасибо всем кто нас смотрел удачи вам процветания и надеемся что эти советы вам помогут